МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приоритетное право. Многодетные родители одними из первых будут выбирать удобное для них время отпуска. Теперь это право закреплено федеральным законом. Чем богаты, тем и рады. Во Дворце культуры Арктика прошла ярмарка-выставка окружных сельхозтоваропроизводителей. Лучших из них удостоили заслуженных наград. Уделить внимание здоровью. Жителям региона предлагают пройти диспансеризацию в выходной день. Это нашей истории строки. В Ненинском краеведческом музее открылась выставка, посвященная столетию Комсомова. Здравствуйте в студии Иван Никонов. Приоритетное право выбора удобного времени для отпуска получили работники, имеющие трех и более детей, в возрасте до 12 лет. Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по вопросам семьи женщин и детей Тамары Плетневой. По мнению авторов проекта, введение возможности самостоятельного выбора многодетным родителям удобного времени ежегодного отпуска даст им возможность более активно участвовать в воспитании детей и с большей вероятностью позволить совместить время отдыха обоих работающих родителей, что увеличит для них возможность полноценного отдыха. Как ранее отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, эти поправки в Трудовой кодекс являются социальной инициативой, которая призвана сделать жизнь многодетных семей комфортнее. До 31 октября открыт прием заявлений от студентов на получение окружной стипендии отличника по итогам минувшего учебного года. За ее получением студенты должны обратиться в Центр развития образования. Поощрение назначается только круглым отличникам, получившим в первом и втором семестрах по всем предметам оценки «Отлично». Стимулирующие выплаты за счет средств окружного бюджета тем, кто добивается высоких результатов в учебе, выплачиваются единовременно один раз в год по итогам прошедшего учебного года. По 13,5 тысяч рублей получают студенты вузов, по 10 800 рублей обучающиеся в общеобразовательных организациях среднего профессионального образования. По итогам 2016-2017 учебного года стипендию отличника получили 35 студентов на общую сумму 440 тысяч рублей. Еще годом ранее за стипендии отличника обратились 47 студентов. Им в сумме перечислили почти 593 300 рублей. Напомню, документы для назначения специальных денежных поощрений из окружной казны подаются в Центр развития образования до 31 октября текущего года. Путевки на санаторно-курортное лечение по федеральным квотам получили 42 жителя округа. Речь идет о путевках, которые распределяются в рамках Федеральной информационной системы Минздрава России. Как пояснили в окружном профильном ведомстве, на оздоровление за счет государства могут претендовать все жители региона при наличии медицинских показаний. Как правило, это реабилитации после получения высокотехнологичной или специализированной помощи. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения и отсутствие противопоказаний для ее осуществления определяет лечащий врач, подчеркивает в окружном ведомстве. После чего справка от врача по соответствующей форме и заявление на лечение предоставляется больным в департаменте. Далее данные о пациенте размещаются в единой информационной системе страны. Решение о предоставлении путевки принимает санаторно-курортное учреждение, находящееся в ведении Министерства здравоохранения. На начало октября санаторно-курортное лечение получили 42 жителя Ненинского округа в санаториях Кисловодской, Сентуки и Московской области. Прием заявлений на санаторно-курортное лечение по федеральным квотам ведется департаментом круглогодично. Пройти диспансеризацию жители региона могут в эту субботу, 13 октября. Прием специалистов будет организован во взрослой поликлинике с 9 утра. Добавлю, что диспансеризация проводится бесплатно с целью выявления заболеваний на ранних стадиях или факторов риска. Речь идет в частности об определении факторов риска развития сердечно-сосудистых, эндокринных и онкологических болезней. Вести прием будут три специалиста. Врач-терапевт примет жителей Ненинского округа с 9 утра до 13 часов. В этот же период времени будет открыт ЭКГ-кабинет. Гинеколог будет вести осмотр с 9 до 11 утра. Как сообщает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненинского округа, за 8 месяцев текущего года в округе прошли диспансеризацию 60,5% взрослого населения, подлежащего диспансеризации в этом году. Профилактическими медицинскими осмотрами охвачено более 50% детского населения. Сельхозтоваропроизводители Ненинского округа представили свою продукцию на ярмарке-выставке, посвященной Дню сельхозработника. Кроме того, в честь праздника лучшие аграрии региона были удостоены заслуженных наград. Обо всем поподробнее расскажет Александра Литкова. Мясная продукция, хлебобулочные изделия, яйца, рыба и молочка от известных на весь округ производителей. Доступна для всех желающих, которые в этот день заглянули на ярмарку в ДК «Артика». Продукция сельхозпроизводителей нашего округа мне нравится. Мне нравится молочко, сметанка, творог, великовисочное. Мне нравится красная продукция, тоже масло. Ну, гарпо, мне тоже выпечка очень нравится. Так что я поспешила сюда, чтобы приобрести вот эти продукты. Тем более праздник такой хороший, День сельского хозяйства, перерабатывающий промышленности. Акционерное общество мясопродукты на ярмарке презентовало котлеты по-киевски, которые пока не появились в продаже в фирменных магазинах общества. Еще один приятный бонус для покупателей – 5-процентная скидка на продукцию предприятия. Представляем мы сегодня продукцию из оленинки. У нас широкая линейка консервных, представленная консервная продукция. И продукция деликатесная из оленинки. Сегодня у нас также продукция котлета по-киевски. Это у нас из филе курочки. Продажу не поступило. Предлагаем сегодня попробовать нашим посетителям и дать нам оценочку нашей продукции. Впервые в ярмарке все желающие могли приобрести рыбную продукцию, которую представил начинающий предприниматель из Наринмара. Также в ярмарке приняли участие производители из Красного и Великовисточного, продукция которых неизменно пользуется спросом. Мы привезли сегодня телятину, мясо, фарш, масло, всю молочку привезли, которую мы делаем, сливки, творог, масло. Привезли еще выпечку. Как видите, мясо уже закончилось. И фарш закончился. Больше спросом пользуется у наринмарцев. Завершился праздник торжественным награждением в зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика. Тружеников полей и ферм, фермерских хозяйств, руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, а также работников пищевой и перерабатывающей индустрии поздравили окружные власти. Вы в этих суровых условиях, о чем уже и коллеги мои говорили, невзирая ни на что, работаете, работаете и работаете. Вы делаете то дело, которому себя посвятили, которое, надеюсь, что вы любите. В результате мы с огромным удовольствием пожинаем, пожевываем результаты вашего труда. И я вот с гордостью, когда еду в любую командировку, помимо, а может быть, и вместо какой-то представительской продукции нашей везу, либо что-то из мяса, либо что-то из рыбы, когда угощаешь своих коллег, они с завистью смотрят и говорят, слушайте, вообще замечательно, как на севере такое можно сделать. Свыше 20 лучших работников отрасли получили высокие правительственные награды, знаки отличия Министерства сельского хозяйства, администрации округа и профильного департамента. С одной стороны, мы тратим достаточно много, свыше 700 миллионов рублей. Вот то, что у меня цифра есть в голове. Но многое тайнманов, вопрос заключается в том, что, конечно, всегда хочется сделать больше. И у нас есть проблемы, и весьма серьезно, по тем же фермам. Есть старые фермы, которые надо обновлять. И поэтому, конечно, с точки зрения развития предпринимательства, с точки зрения того, чтобы наши сельскохозяйственные кооперативы работали на полную мощность, есть проблемы с тем, чтобы все работали в равных условиях. Александр Лутовинов также отметил, что проблем в сельском хозяйстве и в перерабатывающей промышленности еще хватает. И решаться они будут в ближайшее время, в том числе и в ходе предстоящей работы над бюджетом региона. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Крестным ходом в Пустозерск духовенство и прихожане Богоявленского кафедрального собора во главе с епископом Наринмарским и Мезенским Яковым накануне посетили древнее городище. Примечательно, что в этот день православная церковь чтит память преподобного скимонаха Кирилла и скимонахини Марии, а родителей преподобного Сергея Радонежского. Крестный ход в городище Пустозерск на Наринмарской епархии традиционно организуют два раза в год – весной и летом. В этом году по погодным условиям выехать удалось только в начале октября и малым составом. Все участники крестного хода уместились в одном катере. 32 километра по Печории паломники достигли старинного городища. В этом году мы оказались здесь с Божьей помощью, идя притрудными путями, потому что не с первого дня Господь открыл нам этот путь, ибо умалившиеся воды Великой Печоры воспрепятствовали в разгар лета прийти сюда. Но все промыслительно. И сегодня, в день памяти святых родителей преподобного Сергия Радонежского, Кирилла и Марии мы оказались здесь. Следующий 2019 год станет для Пустозерска знаменательным. Древнее городище отметит 520 лет со дня своего образования. Пустозерск имел важное значение в стратегии освоения Крайнего Севера. Он был форпостом русского православия в Заполярье. Просвещение ненцев, торговый путь в Мангазею, продвижение России на север и в Сибирь – все связано с Пустозерском. Духовное основание благоуспешности, общерусского дела, освоение северных территорий было заложено именно преподобным Сергеем Радонежским, с благословления которого созидались на севере обители монастыри Скиты. Примечательно, что сегодняшний крестный ход был приурочен к памяти родителей святого. Я поздравляю всех северян, всех соотечественников, всех, кто трудится в этом благословенном деле, и желаю помощи. И поздравляю свершившимся походом наград на место древнего легендарного Пустозерска. И традиционно с первыми словами молитвы на древней земле из-за серых туч вышло солнце. Крестные походы в легендарный Пустозерск, оставшиеся навсегда твердыни православной веры, неподвластные забвению, служат духовными вехами для большего числа людей, обретших и обретающих свой путь к Богу и святому православию. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Стала доступна электронная туристическая карта Ненинского округа. Специалисты Ненинского информационно-аналитического центра разместили в единой геоинформационной системе Ненинского округа данные о расположениях территории региона, туристических объектах и особо охраняемых природных территорий. Для удобства пользователей объекты поделены по типам отдыха и специфике объектов. Так, на карте можно найти достопримечательности, объекты размещения, общественного питания, развлечения и торговли. Выборов нужный объект, можно посмотреть его месторасположение на карте округа и официальный сайт. Так, как к каждому представленному в портале туристическому объекту привязана гиперссылка. Дополнительно на карте представлены панорамные съемки Богоявленского кафедрального собора и некоторых памятников Наринмара. Также для пользователей доступен виртуальный тур по экспозициям Пустозерского и Ненинского краеведческого музеев. Портрет Ленина, красное знамя, значок «Комсомол», десятки фотографий и ценных документов. В Ненинском краеведческом музее открылась выставка «Это нашей истории строки», посвященная столетию комсомола и отражающей историю региональной организации ВЛКСМ. Главная советская молодежная организация, через которую прошли десятки миллионов человек, после более чем 70 лет существования, в 1991 году исчезла в один день. Но до сих пор тысячи бывших комсомольцев по всей стране бережно хранят память о ней. В этом смогла убедиться наша съемочная группа. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Многие ветераны, пришедшие на выставку, не смогли сдержать слез. Комсомол ушел в историю, но память о нем, как свет далекой яркой звезды, еще долго будет согревать душу тем, кто всегда жил по принципу, сначала думая о родине, а потом о себе. Среди них Роза Городилова. В начале 50-х бюро окружкома комсомола направило ее на работу в Амдерму, где она сначала трудилась учителем, а потом была избрана первым секретарем райкома комсомола. Жизнь поселки была тяжелой, но не обходилась без курьезных случаев. Сами дрова рубим, сами собираем где по берегу, и тут, значит, я колола дрова, но такие одеты, это еще как были, тогда такие шаровары носили. Вот, и девочка, дочь у старшей учительницы, на руках уже вот их, они спрашивают, а кто это девушка? А она, тетя Рожа, а что у вас за странные имеют дочь? Не умеют ребенок букву З выговаривать? Они, значит, посмотрели, давайте стали кто-то колоть, другие такие были девушки, но вас за что сюда? ГУЛАГ? Вообще ничего. Я, как же так? О чем вы говорите? О культуру, о просвещении, жизнь вперед толкать, кто будет? О трудовых достижениях комсомольцев можно узнать не только из воспоминаний ветеранов, но и почетных грамотах в ЛКСМ и выписках, представленных на выставке. Ведь, например, во второй половине 20 века за трудовые успехи многие комсомольцы округа получили звание «Лучший молодой зверовод», «Ударник коммунистического труда», «Молодой гвардеец пятилетки» и другие. Среди экспонатов несомненный интерес представляют и альбомы комсомольских организаций и предприятий, переданных в музей, а также реликвии в ЛКСМ, например, «Красное знамя». Уникальность этого знамени состоит в том, что оно относится к периоду 30-40-х годов прошлого 20 века. И надпись на нем говорит сама себя «Смена, смене идет». Надо отметить, что некоторые предметы с середины 20 века были отреставрированы специально для этой выставки. Например, портрет Владимира Ленина, который поступил в музей из школы деревни Андик. Учитель труда и рисования Андикской школы в 70-е годы написал, мы считаем, замечательно портрет Владимира Ильича Ленина. И передан нам совершенно случайно, благодаря экспедиции музея в Андик, Сергей Александрович Уваров привез нам эту реликвию. К сожалению, были определенные утраты, и реставратор Анастасия Гудова сумела восстановить этот портрет. Посмотреть более детально предметы тех лет и окунуться в эпоху уникальной в мировой практике молодежной организации, воспитавшей поколение романтиков и патриотов, защитников Отечества, людей, способных по первому зову Родины поднимать в селено, осваивать необжитые пространства, строить заводы и фабрики, гидростанции, прокладывать железнодорожные пути и линии электропередач. Теперь может каждый. Выставка будет работать до 30 ноября. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Фестиваль музеев открывается сегодня в Мурманске. Впервые в Ненецкий округ на нем представят историко-культурный ландшафтный музей-заповедник Пустозерск. Музей из Ненецкого округа представят на фестивале программу «Пустозерские игры и игрушки», в рамках которой расскажут о культуре народов Нижнепечорья. Сотрудники в традиционной одежде познакомят посетителей с ненинскими, русскими и коми-игрушками, а также пригласят поучаствовать в национальных народных играх. Масштабный фестиваль продлится три дня с 12 по 14 октября. В нем примут участие музеи Мурманска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Петрозаводска, Калининграда, Пскова, Ивангорода, Великого Новгорода, Белозерска, Сыктывкара и Наринмара. Также на базе Мурманского областного краеведческого музея с 4 октября Пустозерский музей презентует выставку, посвященную первым острогам, Арктике-Коле, Пустозерску и Мангазее. Крепостям и опорным пунктам московского государства, сыгравшим важную роль при освоении территории Севера. Помощь в подготовке материалов на фестиваль Пустозерскому музею оказал этнокультурный центр Ненинского округа. Подробнее о том, как происходит фестиваль, по телефону рассказывает Евгения Колесникова, заведующая отделом музейной коммуникации. Мы представляем, презентуем пустозерские игры и игрушки, то есть игры, которые бытовали в пустозерской волосе, ну вот, наверное, в 19-м, начале 20-го века. Всего 11 регионов принимает участие. Интерактивная у нас программа. Мы играем в нашу известную игру в Тетки, в Тыськово, в Бабке, в Бирюльке. Ну, используем различные головоломки. Площадки расположены на четырех этажах Мурманского краеведческого музея, так что я думаю, что те желающие, начиная с пятницы до воскресенья, могут посетить, поиграть. Потому что большинство площадок, они интерактивные. И на этом пока все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте. Адрес trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды.